Достоверности своих публикаций журналисты полностью уверены. Приоритеты кыргызстанских спецслужб авторов журналистского расследования смутили. В ОССРП отметили, что вместо искоренения коррупции правоохранительные органы предпочли обвинить средства массовой информации, которые и опубликовали сенсационные данные. Семья Матраимовых подала в суд на радио «Азатык» и «Клооп» после публикации расследований, после чего последовала временная заморозка счетов этих изданий. Вместо того, чтобы присоединяться к преследованию журналистов вместе с этой богатой семьей, кыргызским правоохранительным органам следовало бы расследовать очевидные доказательства коррупции, выявленные в публикациях. Это именно то, чего требовали кыргызстанцы на двух акциях протеста, и то, чего они заслуживают этих государственных служащих. Совместные публикации Кыргызского бюро «Радио Свобода Азатык», ОССРП и «Клооп» стали самыми резонансными за последние годы. В материалах показано, как контрабандные перевозки позволили отмывать деньги и вывезти из Кыргызстана сотни миллионов долларов. В ГКНБ накануне заявили, что громкие разоблачения были подготовлены по заказу. По словам свидетелей, находившихся рядом с АМИТ, он использовал различные методы для возврата денег. Один из методов – оказание давления через нанятых журналистов. Согласно показаниям свидетелей, он обратился к журналистам Азатыка и передавал информацию. Есть показания, согласно которым он после получения части долга заплатил журналистам 100 тысяч долларов. Бизнесмен Айркен Саймайте был одним из основных, но далеко не единственным информатором журналистов. Он не раз признавал, что лично занимался отмыванием денег через Кыргызстан, говорил, что активное участие в махинациях принимало руководство кыргызстанской таможни, в частности замглавы службы Раимбек Матраимов. Саймайте заявлял, что ему угрожали. В ноябре прошлого года его застрелили в Стамбуле. После вчерашних утверждений сотрудников ГКНБ, президент корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джейми Флай заявил следующее. Эти обвинения, похоже, стали последней попыткой в серии мер, которые предпринимают против журналистов коррумпированные лица, стремящиеся сохранить свой капитал и власть. Мы осуждаем такие попытки исказить правду и призываем власти Кыргызстана привлечь к ответственности тех, кто представляет угрозу безопасности журналистов, участвовавших в расследовании. Убийство Саймайте в Кыргызстане расследует межведомственная следственная группа и спецкомиссия депутатов. Никаких фактов по этому делу ранее не было озвучено. И вот первая информация – это показания свидетелей о том, что представителям СМИ заплатили. Оглашать непроверенные данные спецслужбы не имели права по закону, уверены юристы. Это неправильно не только с точки зрения того, что это тайна с детстве. Почему всегда требуется, чтобы вина была доказана судом? Потому что человек может заниматься самооговором. Недостаточно одного только признания в совершении преступления. Должно быть множество факторов. Это называется доказательная база. В соцсетях начали вспоминать подобные дела. Целый ряд случаев, когда ГКНБ также выступал против политиков и других оппонентов власти. Многие пользователи уверены – сегодня ситуация повторяется. Как удобно ГКНБ клепать обвинения в подкупе журналистов, когда основной свидетель убит, а все остальные скрылись в неизвестном направлении? Чиновники никак не могут понять, что как только они начинают гнобить журналистов, это признак слабости и кривости, и глупости, и рахита всей их вертикали. Журналистское расследование о коррупции на таможне стало причиной двух антикоррупционных протестов в Бишкеке. Граждане и СМИ требовали от власти проверки имущества семьи Матраимовых. Длится она уже больше года, никто из чиновников пока не понес ответственности. Семья экс-таможенника подала в суд на журналистов и требует опровержения.